Всем привет! Сегодня мы с вами будем подводить итоги. Я так подумала, что за осень, в принципе, я довольно много обзоров сделала, много чего я хвалила. Но, вы знаете, даже когда я что-то хвалю, все равно среди вот этой хорошей косметики можно отобрать, наверное, самую лучшую. И вот как раз об этом мы сегодня и поговорим, что за осень больше всего запало мне в душу, что я считаю топом бюджетной косметики, ну, по крайней мере, из того, что я в последние пару месяцев пробовала. И если вы такой же любитель бюджетных находок, как и я, то вы, собственно, по адресу. А еще мне дико жарко в этом свитере, но переодеваться мне, откровенно говоря, лень, поэтому погнали. Бюджетные находки теней это для меня всегда открытие, потому что, ну, откровенно говоря, мои самые любимые тени далеко не дешевые. Но вот из бюджетных я недавно попробовала очень классные палетки. И первая, о которой я хочу вам сегодня рассказать, это палетка от Catrice, которая называется Crystallized Rose Quartz. Это палетка в такой розово-фиолетово-баклажановой гамме. Если это то, что вы любите, если это то, что вы используете на повседневной основе, то я вам очень рекомендую заценить эту палетку, потому что она качественно выделяется среди всего, наверное, что продается сейчас в бюджетном сегменте. Здесь матовые тени и насыщенные, и шелковые, и легко тушуются, и металлики здесь очень красивые, масляные. А еще плюсом этой палетки является то, что можно сделать полноценный макияж, используя только исключительно эту палетку, и не нужно брать там какой-то темный матовый, например, из другой палетки, или какой-то металлик из другой палетки для того, чтобы немножко сделать поярче макияж. Все есть исключительно только в этой палетке, поэтому если это ваша гамма, вот 100% попробуйте. И, кстати, сегодня я не буду демонстрировать это все прям в нанесении, потому что я уже все это демонстрировала. У меня на абсолютно всю эту косметику есть отдельные обзоры, поэтому если вас заинтересует что-то конкретное, вот в описании под видео прогуляйтесь обязательно, я там постараюсь не забыть оставить ссылки на обзоры, где более детально можно посмотреть об этой косметике. А что касается еще одной палетки, которую я хочу порекомендовать, их у меня уже две из одной и той же серии, это палетки от Maybelline из линейки The City Mini Palette. Изначально у меня появилась вот эта бронзовая под номером 400 Rooft of Bronzes, и это потрясающая просто палетка для тех, кто любит нарядный бронзовый смоки. Вот я именно так ее и описывала в своем обзоре, и действительно, вот казалось бы, так на нее смотришь, и вроде бы ничего особенного, и все тоже оттенки здесь либо металлические, либо сатиновые, но в то же время это настолько красиво играет на глазах, то есть вы вообще в принципе можете не использовать матовые оттенки, а обойтись только вот этими, и каждый раз все равно получается красиво, ярко, нарядно, бронзово. У меня эта палетка, кстати, немножко пострадала, я так пару раз ее уронила, и два оттенка немножко у меня побились, но я ее восстановила, потому что очень ее люблю. И вот из этой же линейки я взяла себе и вот такую палетку, это номер 480 Matte About Town. Вот эту я не показывала у себя на канале, но в то же время недавно в одном из видео у меня был макияж с этой палеткой и с помадой, кстати, о которой я буду говорить в конце видео, и там просто огромнейшее количество комментариев мне пришло, расскажи, что на глазах, расскажи, что на губах, обязательно поделись, нам срочно нужно знать, чем ты сделал этот макияж. Так вот, опять-таки, если розово-пыльная такая гамма это ваша тема, то вот можете попробовать еще вот такую вот палетку. Это полностью матовая, здесь все матовые оттенки, вернее как, они нельзя сказать, что глухие матовые, это такие как шелковые матовые. Очень красиво это выглядит в макияже, естественно, много вариаций в макияже вы здесь не сделаете. Но вот приблизительно то, что я делала в том видео, это как дежурный такой вариант с помощью этой палетки, и для кого-то я вполне могу предположить, что это может стать повседневным макияжем. Кто-то как раз именно такого эффекта и хочет добиться на глазах. О туши, я думаю, даже не имеет смысла сильно долго говорить, потому что я каждый раз показываю эту тушь, каждый раз восторгаюсь ею. И, кстати, многие по моему совету вот эту вот тушь покупали, и тоже сказали, что она классная. Я очень рада, когда мои обзоры подтверждаются вашими комментариями. Это, наверное, самое приятное, что есть в блогерстве в целом. Это тушь от Belor Design, которая называется Podium High Dimension. Она просто обалденно подходит для тех, у кого свои короткие ресницы, и абсолютно не подкрученные, то есть даже когда вы их накрасите, все равно они вот так вот остаются прямыми, и с горизонтом глаза сливаются, то есть нет вот этого эффекта, когда реснички стоят. Вот эта тушь одна из очень-очень-очень немногих способна выделить действительно мои ресницы так, чтобы их реально было на глазах видно. Вы знаете, что ресницы у меня далеко не самые лучшие, поэтому когда я нахожу тушь, которая реально может выделить ресницы, и вот даже вот с таким вот макияжем они показываются на горизонте, то для меня это уже просто огромная победа. И, кстати, для тех, у кого хорошие ресницы, я тоже читала отзывы, что вам тоже нравится эта тушь, у нее обычная такая небольшая силиконовая щеточка, немножко загнутая, классно прокрашивает ресницы, немножко удлиняет за счет того, что прокрашивает прямо от самых корней до кончиков, и также эта тушь может немножко приподнять ресницы, то есть ну не прям там завить, но чуть-чуть приподнять, и в такой вот форме их и держать на протяжении дня. Не осыпается, ничего с ней плохого не происходит на протяжении дня, стоит вообще копейки, что меня безумно радует, потому что тушь это тот продукт, который я, наверное, чаще всего меняю. В общем-то, я очень сильно рекомендую эту тушь, одна из лучших, наверное, за год, который я пробовала. Еще в последнее время мне очень понравился вот этот вот праймер от Catrice, который называется Tensational 10-in-1 Dream Primer. Здесь вообще 10 пунктов, что он якобы делает. То есть это и прайминг, и увлажнение, и разглаживает морщины, и антиоксиданты там, и против загрязнения окружающей среды. Короче, я вам расскажу немножко проще. Я не верю во все эти утверждения, которые напрямую связаны больше как с уходом. Все равно это декоративный продукт, и в первую очередь, что он делает классно, это добавляет обалденное свечение лицу. Причем это свечение реально красивое, то есть это не свечение такое, знаете, металлическое, типа я бронзовая статуя, такого же плана, как делает Бека или Шарлотта Тилбери. Вот когда наносишь, и на лице появляются действительно такие красивые блики, которые потом сохраняются после нанесения тональной основы. Естественно, кстати, получила комментарии, что в чем смысл вот таких вот светящихся праймеров, если потом это забить какой-то там супер плотной тональной основой, и ничего не будет видно. Естественно, если вы используете супер плотную матовую тональную основу, то от этого праймера нет никакого толку. Но, если у вас такая кожа, как у меня, или суша, у меня нормальная склонная к сухости кожа, то наверняка вы так же, как и я, любите тонкие текстуры, такие полупрозрачные. И вот этот праймер плюс какая-то такая тоненькая тональная основа, это прям супер сочетание. Лицо действительно выглядит холеным, ухоженным, таким вот как после салона красоты, как будто вы только что сделали какую-то косметологическую процедуру. Самым-самым-самым моим любимым консилером из бюджетной категории остается NYX Can't Stop Won't Stop. Вот этот консилер я попробовала уже давненько, может быть, уже даже полгода назад. И с тех пор постоянно я им пользуюсь, потому что ничего лучше все равно в бюджетном сегменте я найти не могу. Да и в принципе ничего лучше и в более дорогом, там, люксовом или премиум сегменте я тоже не нахожу, потому что в люксе я люблю, конечно, и консилер сислый, но он более тоненький, увлажняющий. А вот этот уникален тем, что он очень плотный по своему покрытию, но в то же время он достаточно легкий по ощущениям на глазах. Это ни в коем случае не прям там совсем что-то легенькое, как перышко. То есть он все-таки чуть-чуть плотноватый, но при этом он не трескается гадко в морщинах, не засиживается в них, не делает эту зону под глазами более старой. И что мне вообще больше всего нравится в этом консилере, это то, что его вообще не нужно закреплять пудрой. Вот от слова вообще. Он как самозакрепляется, самоусаживается. То есть такое впечатление, что крем этот превращается в что-то такое уже немножко припудренное. И на лице тоже я его постоянно использую, если вылез какой-то прыщик, если нужно перекрыть пигментное пятно, если какая-то краснота, сосудистая сеточка. Вот абсолютно со всем он может справиться. А в топе тональных основ из того, что я пробовала в последнее время, тон, который меня просто поразил. Потому что это было настолько ожидание реальность, но в лучшую сторону я совершенно не была готова к тому, что он мне понравится, да еще и настолько сильно понравится. И я сейчас говорю о тоне от Catrice, который называется HD Liquid Coverage. Я знаю, что это хит ютуба, и очень многие из вас его уже пробовали. И огромнейшее количество людей тоже написало, что это и ваш любимый тон, вы постоянно его покупаете. Что мне в нем нравится? Первое. Оттенок. У меня это 10 Light Beige. Он идеально мне подходит. Второе. Она очень тоненькая по своей текстуре, но при этом она настолько выглаживает кожу. То есть, если у вас основная проблема заключается в текстурности, если у вас есть расширенные поры, или наоборот, какие-то пупырки, будь то на зоне скул часто бывает такая вот неровная, некрасивая текстура кожи. У меня, например, вот в этой зоне более такая бугристая текстура. Так вот, вот этот тон выглаживает все настолько, что я потом пересматриваю от снятый материал, я прям такая, да ладно! Работает реально как какой-то фильтр или фотошоп. И при этом самое главное, опять-таки, мне это не сушит кожу, у меня не западает этот тон в морщины, опять-таки, не трескается, как-то гадко не выглядит. Наоборот, я его нанесла, и в самом конце вечера я его смываю, и он выглядит, мне кажется, вообще абсолютно точно так же. Всяких бронзеров и контурирующих средств в последнее время я перепробовала тоже огромнейшее количество, я не знаю, штук 10, наверное, точно, как будто в последнее время у меня было в обзорах. И вот больше всего я пользуюсь с тех пор, как я вот делала все эти обзоры, вот этой вот палеткой от Essence, которая называется Countering Duo Palette, и у меня это конкретно номер 10 Lighter Skin. В первую очередь оттенки здесь отлично подходят для светлых тонов кожи. Это и не что-то сильно серое, и не что-то сильно грязное такое, холодное, и в то же время это абсолютно не бронзер, это именно в первую очередь корректор, но корректор не жесткий, все равно это выглядит довольно естественно на лице, даже в дневном макияже. И сама текстура этих пудр тоже очень приятная, очень легкая, красиво растушевывается, но в то же время и пигментированная. То есть набирая этот корректор, вы сразу увидите результат у себя там на скулах, или куда вы наносите на лицо, не нужно его там по 500 раз наслаивать. Вот эта пудра очень классно растушевывает границы корректора. То есть когда вы наносите, к примеру, на скулу, потом вот этим вот цветом вы подчищаете зону под скулой, или, например, если вы наносите на лоб, вы можете подчистить вот эту вот зону, то есть края вот этого вот темного корректора, когда вы подчищаете, вообще выглядит просто идеально. И последняя троечка в моем топ-10, это помады. Я буду говорить здесь как о конкретных оттенках, потому что оттенки потрясающие, я их обожаю. И на самом деле, мне кажется, если оставить мне вот эти три помады, ну, худо-бедно, да я в принципе могу обойтись, потому что для того макияжа, который я обычно делаю, подходит либо одна, либо вторая, либо третья. Одна из моих самых любимых помад последнего времени, это помада от Luxe Visage, Glam Look Lip Cream Velvet, и оттенок 301. Во-первых, сама помада очень приятная, то есть это такая классическая кремовая, увлажняющая именно помада, она очень комфортна на губах. Если вы хотите помаду, которую нанес его целый день, комфортно просто с ней, вы знаете, это как какой-то флисовый свитшот, когда ты надеваешь его, и тебе прям так классно, уютно и комфортно, тебе не хочется его снимать. Вот ту же самую аналогию я могу провести с этой помадой. Вот я ее беру просто на каждый день, она под все подходит, потому что это классный такой нюдовый оттенок. Для такой вот базовой повседневной косметички, наверное, один из самых классных вариантов. Еще одна помадка, которая запала мне в душу, это нюдовая новая линейка от L'Oreal, называется она Color Rich Ultra Matte, ну там, по-моему, еще дальше что-то она как-то называется, Nude Collection или как-то так. Короче говоря, у меня оттенок Neocolite, и эта помада отличается в первую очередь своей текстурой, потому что это настолько тоненькая текстура, которая ложится на губы, как будто тоненьким слоем пудры, вот как-то так бы я, наверное, описала. Это практически на 100% матовая помада, еле-еле какой-то кремовый эффект увлажнения вы можете в ней углядеть, если хорошо присмотреться, но в принципе она скорее выглядит более матовой, нежели кремовой. А вот теперь, если мы вернемся к тому моменту, когда я рассказывала об этой палетке, что недавно я делала макияж, и там меня все спрашивали, что у меня на глазах и что у меня на губах, так вот, на губах там была еще одна помада, которую я в последнее время полюбила, тоже очень часто использую, и вот этот оттенок и эта помада, это, наверное, королева пыльно-розовых макияжей. И это помада-карандаш от Maybelline из линейки Super Stay Ink Crayon, и оттенок у меня 15 Lead The Way. Потрясающе вкусно пахнет, она пахнет чем-то сладким, даже немножко какой-то кофейный аромат я в ней улавливаю. Что касается характеристики этой помады, то чем она мне нравится, так это тем, что она заменяет и карандаш для губ, и помаду одновременно. И, кстати, для того, чтобы она оставалась вот такой вот заостренной, здесь внизу есть точилка, которой вы можете каждый раз затачивать эту помаду и пользоваться ей как контурным карандашом для губ. Сама по себе эта помада тоже ближе к матовой текстуре, нежели к какой-то кремовой, но в то же время губы не пересушивает, очень комфортно носится, опять-таки хорошо держится на губах. И вот если мы сейчас с вами посмотрим на свочи всех трех этих оттенков, то вы наверняка поймете то, о чем я вам говорила сначала, что если мне оставить только исключительно эти три помады, то я, в принципе, могу ими обойтись. Оттенки все немножко разные, но при этом под каждый тип макияжа можно взять либо одну, либо другую. А у меня на этом все. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.